Александра Баранова. В совещании приняли участие представители ГИБДД, структурных подразделений администрации Фокина и Дуная, а также другие заинтересованные в безопасности дорожного движения городские организации. Данный сюжет выходит в эфир в рамках реализации проекта «Береги себя». Вопросы в сфере обеспечения безопасного движения транспорта по городской уличной дорожной сети, среди которых оборудование пешеходных переходов, перенос и установка дорожных знаков. Также вопросы связаны с контролем над организацией безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений. Всего это и многое другое обсуждается на комиссии по безопасности дорожного движения. В состав комиссии входят представители администрации городского округа, представители ГИБДД и, конечно же, представители компаний, обслуживающих территорию городского округа. На рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения выносятся вопросы по благоустройству нашего города и по обеспечению безопасности дорожного движения. Стоит отметить, что с инициативой могут выступать как представители ГИБДД, группы граждан, граждане лично, а также представители администрации. Такие заседания проходят один раз в квартал. На очередном собравшись обсудили порядка десяти вопросов. По каждому из них члены комиссии приняли соответствующие решения. Так, одну из первых проблем озвучил глава городского округа Александр Баранов. С просьбой об установке искусственной неровности, либо знака «жилая зона» в районе домов по адресу улица Ленина, 35А, БВ, в Дунае, обратилась одна из жительниц поселка. После долгого обсуждения по данному вопросу было принято конкретное решение. Решение одно. Я считаю, что поставить там в начале этого Ленина, 35А, БВ и тут 39-го, вот «жилая зона». И всё. Там фактически «жилая зона». Обсудили собравшиеся и ещё один немаловажный вопрос – обустройство пешеходного перехода около клуба «Восход». Его отсутствие уже давно беспокоят жителей посёлка. А ведь в данном районе располагается не только культурное учреждение, но и 253-я школа, автобусная остановка и многоквартирные дома. Определиться, где этот переход можно делать – к домам, к восходу, где с точки зрения безопасности дорожного движения и где безопасного делать. Островок безопасности – переход. Мы будем делать исходя из остановки автобуса. Вот остановка. И прямо, там прямо на неё, там будет расход. Отделять, получается, проезжую часть дорогу. От этого клуба. И будет как клуб, это будет как у нас пешеходная зона. Пешеходная зона будет в районе клуба «Восход». Вопрос с обустройством дополнительных пешеходных дорожек в посёлке Дунай и на улице Подгорная Фокина, которые на данный момент отсутствуют, также обсудили члены комиссии на заседании. Эту проблему необходимо решать как можно скорее. Ведь детям и взрослым приходится двигаться вдоль проезжей части. А это опасно для жизни. Это пешеходная дорожка от школы номер 258 до магазина «Стандарт», где дети, когда выходят из образовательного учреждения, двигаются по проезжей части дороги. И у нас уже был случай, что на этом участке дороги был совершён наезд на ребёнка. Кроме того, по-прежнему остаётся актуален вопрос о создании пешеходной дорожки вдоль улицы Подгорная, которая также отсутствует. Все мы видим, что там по-прежнему продолжают двигаться пешеходы вдоль проезжей части, что также небезопасно. На совещании обсудили возможность обустройства пешеходного перехода около городского рынка на повороте к улице Строительной. Так как во время проведения субботних ярмарок людям приходится перебегать дорогу в неположенном месте. Кроме того, отделение ГИБДД вынесло на рассмотрение комиссии вопрос об установке конструкций, ограничивающих въезд на пешеходную зону в районе площади Дом офицера флота со стороны торгового центра «Давид» с целью недопущения проезда туда автотранспорта и для обеспечения безопасности пешеходов. Однако на комиссии по безопасности дорожного движения установка конструкций, ограничивающих въезд на пешеходную зону в районе торговых центров «Давид» и «Дилан» была признана нецелесообразной, поскольку она препятствует проезду экстренных служб и затрудняет эвакуацию людей в случае чрезвычайной ситуации. Помимо этих вопросов, собравшись, обсудили проблему с освещением пешеходных переходов в районе улиц Строительной и Комсомольской. Работы запланированы на второй квартал 2018 года в рамках выполнения муниципального контракта.